Первое, что не делают привлекательные мужчины, они не тычут пальцем и не обвиняют. Не я. Он. Да, вы знаете, о чем это я. И самое печальное, что мы часто видим такое поведение от наших лидеров. Они всегда пытаются перекинуть вину на другого. Господа, настоящий лидер, который привлекает людей на свою сторону, не ведет себя как ябеда. Суть в том, что, когда ты обвиняешь других, то ты теряешь свое право на то, чтобы сделать изменения. Технически ты говоришь, это не моя вина, это их вина. Я ничего не могу с этим поделать. Вместо того, чтобы перекидывать вину, лучше быть тем, кто возьмет на себя ответственность. Да, иногда придется подтирать за другими, но зато вы создадите репутацию уважаемого человека. Далее в списке привлекательный мужчина не позволяет стрессу уменьшить его мозги на 26%. Думаю, вы уже слышали о том, что наличие интеллекта делает вас привлекательным. Но знали вы, что стресс, особенно такой, который вы испытываете сейчас, может уменьшать ваш мозг? Это выяснили в Стэнфордских исследованиях 1996 года. Они изучали бабуинов и крыс и заметили, что когда животные подвергали стрессу в течение длительного периода, их мозг сморщивался. Затем было уже Гарвардское исследование, которое изучало МРТ вьетнамских ветеранов. А эти ребята подвергались стрессовой ситуации очень долго. Так их мозги в некоторых зонах уменьшились и сморщились на 26%. Что это означает для вас? Что из этого можно вынести? Находите время, чтобы отвлечься и не стрессовать. Думаю, вы могли слышать выражение «переживания могут помочь?» Скорее всего, нет. Так зачем же тогда переживать? Очень многие думают, что это лишь такой период, через который я прохожу. Я сам считаю, что немного стресса даже полезно, но не надо перебарщивать с этим. Если вы испытываете стресс уже третий, четвертый, пятый месяц, то пора что-то изменить. Надо найти возможность избавиться от стресса, потому что это влияет на ваш мозг и то, как он работает. Поэтому надо найти способ избавляться от стресса. Для меня это упражнения, прогулки, пробежки, занятия с детьми. Недавно я установил кольцо для баскетбола. Суть в том, парне, что надо уменьшать количество стресса, иначе он уменьшит нам количество извилин. Далее в списке, чего не делают привлекательные мужчины, они не лгут. Мне всегда нравилось выражение Линкольна «ни один человек не обладает такой памятью, чтобы быть успешным лгуном». Я не говорю, что вам надо быть мнимым или бесчувственным к другим людям. В смысле, если она спрашивает, «Неужели в этих штанах моя попа выглядит больше?» Есть несколько вариантов, как ответить честно на этот вопрос. Можно сказать, «Да, тогда ты спишь на диване». Но можно сказать, «Детка, ты выглядишь в них потрясно». Так как у нее такая комплекция, что у нее большая попа. Ну а теперь давайте будем чуть серьезнее, потому что труднее всего перестать врать не другим людям, а самому себе. Господа, это горькая правда. Очень многие из нас лгут себе, потому что мы не хотим делать какие-либо изменения в своей жизни. У вас может быть лишних 20 килограммов и говорите, что вас устраивает ваше тело. Но нет. Глубоко внутри вы знаете, что нет. Ну или работа, на которой вы 10 лет, и жаловаться на экономику, и что вы не можете ничего изменить. Далее привлекательным мужчинам не надо хвастаться. Вы знаете, о чем это я. Вы видели таких ребят, которые стараются переплюнуть всех вокруг. Если в зале ты сказал, что сегодня побил свой рекорд и выжал 100 килограмм, то он сразу ответит, что выжал 120 и что тут такого. Если ты пошутил и все вокруг смеются, то он врывается в беседу и говорит, что у него есть шутка еще лучше. Ты рассказываешь, как ходил в поход, будучи скаутом, а он снова хвастается тем, что он единственный, кто прошел спартанские игры, когда ему было 5 лет, а не 12. Хвастуны никому не нравятся. Кто-то из вас может спросить, почему? Разве это не повышает ваш социальный статус? Нет. Ваш социальный статус повышает то, как другие к вам относятся, как они оказывают вам уважения. Когда люди смеются за вашей спиной, поверьте, это оставляет отпечаток. Далее привлекательные люди уверены, они самоуверены и они понимают разницу. Во-первых, почему самоуверенность не привлекательна? Потому что самоуверенность это сигнал другим людям, что этот человек опасен. Потому что у них завышенная самооценка своих возможностей. Они настолько тупы, что не понимают, что ставят себя и других под угрозу. И люди не хотят следовать за самоуверенными людьми, потому что те не осознают своих ограничений. Уверенный же человек, в свою очередь, обладает представлением о своих возможностях. Они не слишком уверены. Они понимают, что не умеют летать, что есть вещи, в которых они не разбираются и осознают это. И они находят способы обойти свои слабые места и подчеркнуть свои сильные стороны. Уверенный человек понимает свои возможности и как их использовать. Далее привлекательные люди не ведут себя как лемминги. Слышали о таких маленьких хорьках, которые прыгают со скалы насмерть? Вам необходимо иметь четкое представление, ради чего вы живете, что вами движет и следовать этим идеалам. Иногда, да, можно сказать, что надо найти свое племя, найти группу людей, с которыми у вас есть общие интересы. Но появляются случаи, когда это общество идет против ваших идеалов. Поэтому вам надо знать свои идеалы. Тогда вы держите свою позицию. Вы понимаете, нет, я не могу пойти с вами по этому пути. Вот мои ориентиры. Для многих это может быть религия, для других это может быть их личный моральный код. Что бы это ни было, вам надо придерживаться этого. Вам необходим этот камень преткновения, вокруг которого вы будете расти. Далее у привлекательных людей есть смысл и цель в жизни. У них есть предназначение, что-то большее, чем они сами. Чему они следуют. И если ваш смысл это добиться красотки, то это не смысл. И она не заметит. Поэтому, если вы хотите привлечь внимание привлекательных людей, то вы должны знать, ради чего вы живете. Чего я собираюсь добиться. Как я могу сделать этот мир лучше? Как я могу добиться своих целей? Это может быть что угодно. Например, вы хотите стать лучшим инженером, чтобы ваша семья могла гордиться вами, чтобы вы могли стать примером для своего младшего брата. Или вы хотите стать доктором, создать организацию, чтобы изменить мир. Ну, или вы хотите что-то более скромное. Например, вы хотите стать первым членом вашей семьи, который получил высшую степень образования, и получить знания профессора. Что бы это ни было, эта цель, это желание сделает вас привлекательным для тех, кто понимает, что это важная часть вашей жизни. Это то, ради чего вы жертвуете многим в своей жизни. И поверьте, привлекательные люди это видят, и их это притягивает. Поэтому сделайте так, чтобы у вашей жизни появилась цель, чтобы у вас была миссия, путь. Когда у вас есть такая цель, есть гора, на которую вы хотите возобраться, другие люди захотят присоединиться к вашему путешествию, потому что часто они ищут таких людей, которые идут тем же путем. Они понимают, что если объединяться вместе, то можно достичь жизненных целей. Это будет привлекать тех людей, которых вы ищете. Какое видео смотреть дальше, как насчет разных типов парней, и какие из них привлекают девушек. Вы один из них? Кто из них неотразим? Узнайте в этом видео.